Краткий обзор кронштейна для велосипеда в общих чертах и мое применение его в качестве держателя для фонаря. Поставляется товар в стандартном конверте, плюс сама коробочка завернута в пупырку. Коробочка простенькая, картон тонкий, серый, рыхлый. Внутри нет ни лоточка, ни пенопласта, даже пакетика, только сам кронштейн. Общий вид и примерные размеры. Пластик, из которого изготовлен кронштейн нормального качества, а блая нет, шов на стыке форм прощупывается минимально, доработки наждачкой или напильником не требуют. Пластик не матовый, но и не глянцевый, нечто среднее, на вид приятный. Половинки одного зажима не совсем идеально сходятся, но уже нужно приглядываться, чтобы это заметить. По ощущениям все кажется надежным, за исключением шарнира, который выполнен про принципу шарнира в переставных сантехнических ключах, там самый тонкий пластик, и там же будет концентрироваться вся нагрузка. С одной стороны, для моего личного применения, когда зажиматься будет только легкий фонарь, и зажиматься будет не сильно, зажим скорее всего будет служить более-менее длительный срок, но если в планах зажимать что-нибудь более увесистое, например мощный тяжелый фонарь или железный габаритный насос, то я не уверен, что шарнирный узел долго будет служить, так как естественно зажимать придется сильно, а узел не внушает абсолютного доверия. Вставки идущие в комплекте сделаны из мягкого пластика, а не из резины или силикона, как я надеялся. В комплекте 4 толстые вставки и только 2 тонких. Тонкие никак не крепятся внутри зажима, держатся внутри только когда в зажиме что-нибудь зажато. Толстые вставки своими выступами в нитяг садятся в пазы внутри зажима. Держатся так достаточно хорошо, сами не выпадают даже от тряски или легких ударов. То есть при установленных толстых вставках можно ездить на велос пустым кронштейном, а например фонарь устанавливать по необходимости. Кронштейны могут вращаться относительно друг друга. Нужно расслабить винт под крестовую отвертку, выбрать желаемый угол и затянуть. Металлические части резьбы скорее всего пластилин на 5. 5 по 10 бальной шкале, проверить не могу. Нанесено глянцевое покрытие, может даже антикоррозийное. Возможны максимальные и минимальные диаметры аксессуаров или рамы руля. Примерно от 19 до 35 миллиметров. Фото установленного кронштейна и несколько фото, как светит налобник при использовании его в качестве велофонаря. Фото конечно весьма условно передают реальную картину, но я постарался сфотографировать так, как видит глаз. На фотографиях переулок с засветом с улицы, фонарь на среднем и максимальном. Фонарь Барью Ди 25, желтого оттенка. Я лично остался доволен. То, что планировалось получить от товара я получил. Установил кронштейн на руль на постоянку, использовал винт вместо комплектной быстрозажимной крутилки. Таким образом, есть запчасть на случай износа резьбы на части кронштейна, где будет устанавливаться фораль. Покатался уже. Установка фонаря удобная. Разжал, раскрутил, вставил фонарь, на на пару-тройку оборотов закрутил, зажал и все, можно ехать. При езде по городу, по бордюрам, брусчатке, ямкам, лежачим полицейским, кронштейн не сползает, фонарь тоже не выпадает, не смещается. Внедорожных испытаний не проводил, но я и нежу по внедорогам с большой скоростью, а если ехать медленно, то все будет нормально. В общем, я доволен. А решение о покупке принимайте сами, еще раз напомню о потенциально слабом месте, шарнир раскрытия кронштейна. Товар куплен за свои. Товар куплен для личного использования, за свои деньги. Скрин со странички аккаунта на Алике. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий.